Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru 13, 14 и 15 ноября в Казани будет работать выставка «Кофе Тика Као Экспо Казань». Это, кажется, первый выход мероприятия за пределы Москвы. Я думаю, что выход этот будет удачным. Такие выставки во многом живут за счет неофитов, ну, то есть таких проектов и персон, которые ранее в выставках не участвовали, а тут вдруг решили попробовать. Вдруг выстрелят. Случаи с Казани у таких неофитов будет много по естественным причинам, а за ними и посетители подтянутся. Так что тусовка в любом случае получится, эмоциональный подъем тоже случится, а большего от выставки ожидать и не следует. Чайная программа выставки количественно радует. Такой плотности чайных выступлений на совместной чайно-кофейной выставке я уже давно не видел. А еще в Казани пройдет отборочный региональный турнир Team Masters Cup и чемпионат по сенсорике ароматика. Я за этим чемпионатом, за ароматикой, с удовольствием наблюдаю. Сам этот проект, напомню, начинался с чайных ароматов. И, несмотря на то, что работа с кофейными ароматами с точки зрения бизнеса мне представляется более перспективной, я надеюсь, что чайную тему наши ароматические коллеги тоже будут развивать. И однажды выпустят таки объединенный набор чайных ароматов в стильном чемоданчике. На Тайване зафиксировали небольшую, в 7-8 особей, группу макак, собирающих что-то на чайных плантациях и засовывающих это что-то себе в рот. Почтеннейшая тайваньская публика сначала приняла было обезьян за сборщиков чая. Потом, разобравшись, начала шутить про то, что чайным фермерам не хватает работников и они нанимают обезьян. Чайные же фермеры немного напряглись. Уж очень разборчиво и убедительно шуровали макаки своими ловкими ручками по чайным кустам. Выглядело это так, как будто они собирают чай и тут же его едят. Владельцу плантации все это дело происходило в Дзяи, и это предположение не понравилось, и он срочно отправился проверять, что там с кустами. Проверка показала, что никакого ущерба чайные кусты не понесли, и тогда было высказано предположение, что макаки с голодухи собирали и ели плоды чайных кустов. Тем более, что никто и никогда не видел, чтобы макаки ели чайные листья. Ну а потом чайные фермеры решили увидеть в замечательном происшествии окно возможностей, и теперь прикидывают, как бы им вписаться в государственную программу электрификации, о которой я по очевидным причинам ничего не знаю. Но могу предположить, например, что защита сельхозугодия от крупных животных на Тайване осуществляется централизованно государством, и, возможно, ущерб от таких животных является поводом для подачи заявки на установку вокруг плантации каких-либо электрических заграждений или отпугивателей. Но, повторюсь, это только мое предположение. Связанное возможно с тем, что в детстве я неоднократно и с удовольствием сталкивался с электропастухом в соседнем совхозе. Лизать батарейку – это для лохов. Электропастух – выбор мастеров. Ну и нам, людям далеким от тайваньского чайного фермерства, обезьянки на чайных плантациях в радость, конечно. Так, глядишь, и чайные девственницы где-либо найдутся. И Черчилль с императором. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!